Здравствуйте! Это программа «Нефть» и ее ведущий Олжас Байдельдинов. Как развивается биржевая торговля нефтепродуктами? Что это принесло рынку и потребителям? Ну и, конечно же, ожидания и реальность. С момента начала торгов уже прошло достаточно большое количество времени, наверное, больше полугода. И мы пригласили поговорить об этом Нуржана Бегалина, генерального советника Биржевой ассоциации Казахстана. Нуржан, здравствуйте! Здравствуйте, Олжас! Давайте для начала зрителям небольшой сюжет показываем о том, что это такое. С марта 2021 года в Казахстане запущены биржевые торги нефтепродуктами. Они проходят на аккредитованных электронных торговых площадках, к примеру, на товарной площадке ETS. Планируется, что в 2021 году на товарных биржах будет реализовано 10% от производства объемов бензина, авиатоплива, дистоплива и битума. Торги направлены на развитие конкуренции, повышение прозрачности рынка и понятных механизмов ценообразования. В национальном плане по развитию конкуренции Агентство по защите и развитию конкуренции предусматривается, что к 2025 году 20% от производимых нефтепродуктов будет реализовываться на товарных биржах. Ну, такой вот небольшой сюжет. Давайте, наверное, такими общими словами широкому кругу зрителей. Что такое биржевая торговля, с чем ее едят? Ну, если мы не будем акцентировать внимание непосредственно на рынке нефтепродуктов, то в целом биржевая торговля – это инфраструктура любого товарного рынка. И его цель – создание условий, связанных с обеспечением большей прозрачности, кто с кем заключает контракты, какой объем и так далее. То есть это вся информация, которая видна рынку. И второй момент, что в рамках биржевой торговли создаются такие условия, которые невозможно сделать, предположим, в условиях прямых контрактов, которые позволяют сформировать более объективное ценообразование, ну и со всеми вытекающими положительными эффектами непосредственно рынок. Это можно акцентировать вот двумя этими опциями. Оба они играют достаточно положительную роль. И самое главное, что они в итоге сказываются на углублении рыночных тенденций в отрасли и, соответственно, в конечном итоге повышение эффективности рынков и отраслей, которые на них базируются. Так, ну давайте теперь общая, да, это такая оболочка. По нефтепродуктам. У нас в марте начались торги первые. Там на вскидку, наверное, уже полгода прошло. Эти биржевые торги, почему они были начаты вот сейчас? Почему они не были начаты раньше? Хотя, в принципе, там у соседних стран, ну, есть, да, уже опыт этот. И в целом, вот эти первые полгода, как они завершились? Что там интересного? Ну, первое, почему биржевые торги начались на рынке нефтепродуктов? Частично я, наверное, на этот вопрос попробовал ответить. Акцентирую внимание, для чего вообще нужна биржевая торговля. Здесь есть две причины. Одна внешняя, другая внутренняя. Начну с внутренней. Дело в том, что биржевая торговля содействует повышению эффективности любого товарного рынка. И, само собой, это позволяет, ну, есть такой термин, углубить разделение труда на каком-то рынке, в отрасли и повысить ее эффективность. Как вы понимаете, подобные цели, они всегда актуальны в любое время и в любой стране, включая развивающиеся. Что касается внешней причины, здесь уже вопросы связаны с тем, что в каких торговых союзах участвует Республика Казахстан. Дело в том, что предполагается, и уже заключено, это включено в рамки соглашения, опять же, прошу прощения за тавтологию, в рамках Евразийского союза, об объединении энергетических рынков к 2025 году. Ну да, единый рынок. Поскольку объединение рынков предполагает взаимопроникновение как участников рынка, так и, будем так говорить, перетоки товаров, то фактически создаются условия непосредственной конкуренции между энергетическими секторами разных стран. Но, как говорится, готовиться к конкуренции нужно заранее, соответственно, создание условий по повышению эффективности – это тот инструмент, которым на сегодняшний день может и должна заниматься биржевая торговля. Ну, мы приглашали участников рынка и, можно сказать, все стороны, и государства, и представителей биржи, и игроки даже высказывались. Ну, я так понимаю, что в целом не все гладко было, потому что это достаточно такой новый, скажем так, не продукт, да, ну, какая-то новая реальность для Казахстана, да, биржевые торги. Вот с момента того, как прошли биржевые торги первые и вот как сейчас проходят они там в сентябре, да, ну, в августе-сентябре, что изменилось вот за это время? Какие-то детали, может быть, не работали так, как это нужно было? Очень хороший вопрос. Я даже рад, что вы озвучили определенных нюансов. Они на самом деле были, и мы, честно говоря, ждали, чтобы они появились. Это было важно для нас, потому что цель развития данной торговли не связана с тем, что просто запустить, отчитаться, а связана с тем, что нам нужно было оценить, проверить те наработки, связанные, насколько мы учитывали, учли, смогли учесть все риски и насколько эти риски, которые даже мы не учитывали, смогли проявить себя и насколько негативно. Дело в том, что сама торговля на сегодняшний день фактически заканчивается третий торговый месяц. Она происходила в течение апреля месяца, июля и августа месяца. Вот фактически сейчас заканчивается. Но здесь нужно сделать небольшой акцент, как вот для зрителя пояснить. Заметили, что, например, между апрелями есть два месяца – май и июнь. Казалось бы, такой разрыв, куда они делись. Все достаточно просто и одновременно сложно. Почему? Потому что итоги апреля месяца показали, что у нас есть определенные нюансы с тем, как мы готовились. То есть результаты проявили, насколько мы качественно подготовились. Два нюанса – это объективный и субъективный. Первый – объективный. На тот момент существовали определенные, ну, я бы сказал, определенный дисбаланс на рынке. Я думаю, вся страна это видела. Это и остановка Тараусского завода в Непланово. Фактически наблюдался определенный дефицит. И этот дефицит не мог не сказаться на результатах биржевой торговли. То есть была определенная повышательная динамика цен. Ну, паника была, да? Ну, да. Определенный прирост на 10-15% был, но он выражался фактически в панике. Если же говорить про внутренние причины, то мы увидели, что в рамках методологии торгового процесса, я бы не сказал бы, что это проблемы, но были нюансы с тем, что можно было повысить эффективность именно вот этих опций. В рамках торгового процесса улучшить методологию и чтобы это создало условия для еще более объективного ценообразования. И фактически вот эти два месяца мая-июнь, они ушли на то, чтобы подготовить, понять, какие инновационные механизмы можно было включить, все это оформить в методологический документ и уже к июле месяц подготовить и перезапустить биржевой механизм. По результатам торговли скажу так, что здесь нужно отметить две вещи. Первое – это глобально, что достигли, и в частности. Глобально основная задача первого этапа запуска состояла в том, чтобы процесс ценообразования соответствовал динамике баланса физического рынка. То есть то, что происходит на физическом рынке, биржевая торговля должна эффективно проецировать через динамику ценообразования. Если это получается… То есть, перефразируя, это сами биржевые торги и сам физический рынок должен соответствовать ожиданиям участников, да? Скажу так, эффективная биржевая торговля только та, которая отражает тенденции, происходящие на физическом рынке. Вот здесь вот есть определенное недопонимание, ну, у нас в стране просто нет большого такого опыта. Есть такое вторичное понимание, что биржевая торговля якобы формирует индексы, ничего подобного. Качественная биржевая торговля должна отражать изменение баланса на физическом рынке. Это ее основная задача. Я бы так выразился. Это если говорить о балансе. И сравнивая, например, изменения ценообразования в эти три месяца, скажу так, вот если основные индикаторы по АИ-92 показали, что активный прирост в апреле месяце наблюдался до 210 тысяч тенге за тонну, что абсолютно соответствовало динамике ценообразования по прямым контрактам, отпускаемых с нефтеперерабатывающих заводов. И если брать, например, июль-август месяц, когда рынок стабилен, мы даже это видим не только потому, как есть ощущения на физическом рынке, но самое главное, что в ценообразовании это показывает два индикатора. Например, средняя цена на АИ-92 в июле месяце была 192 тысячи тенге. И сейчас по итогам еще не законченного торгового месяца в августе средняя цена порядка 191 тысячи тенге. То есть небольшое движение вниз идет, но оно фактически соответствует именно балансу рынка на сегодняшний день. Это в целом по результатам. Это спрос предложения со стороны давальцев и со стороны оптовой розницы, оптовой розничной торговли, оптовых игроков. Можно сказать, что рынок сбалансирован с точки зрения предложения и потребления. И при этом нет таких ситуаций, когда кто-то не может удовлетворить либо спрос, либо не может что-то реализовать. То есть таких сложностей нет на рынке. Да, я для зрителей поясню. Проводятся торги в режиме двойного встречного аукциона, если я не ошибаюсь. Ну, может быть, сейчас Нуржан поправит. Три базиса есть. Это наши нефтеперерабатывающие заводы крупные. И вот с каждого из этих заводов там, соответственно, складывается определенная цена оптовая. Ну, примерно так это выглядит. Абсолютно верно. Базисы у нас это три нефтеперерабатывающих завода. И поскольку у нас есть два ключевых нефтепродукта, ну, точнее, вида бензина, это АИ-92 и АИ-95, вот именно в рамках опции три базиса и два вида бензина у нас, получается, созданы шесть ключевых торговых инструментов. Но это уже такая биржевая терминология. И в рамках этих шести инструментов происходит торговля в режиме двойного встречного анонимного аукциона. Если небольшой такой эксус, что такое двойной анонимный аукцион, то он подразумевает собой создание плотности участия со стороны покупателей и продавцов. Причем они одновременно встречаются на биржевой площадке в одно время, в одном месте и видят все ценовые предложения. Считается, что этот механизм мало того, что самый популярный в мире, он также позволяет видеть одновременно каждому участнику все ценовые предложения как со стороны покупателей, так и продавцов. И это позволяет ему принять, ну, любому участнику, правильное свое коммерческое решение. Ну, я вот попросил сегодня поставить на фон вот такие торги биржевые, да, вот вы здесь затронули немного. Что наиболее важно в бирже, да, вот в том виде, в котором они сейчас у нас есть? Это платформа какая-то, да, информационная? Это там методология? Это регулирование или там может быть вообще готовность участников? То есть вот что сейчас нуждается в какой-то доработке, скажем? Ну, я не могу говорить за регулятора, не могу говорить за стратегию. Я могу только сказать за то, что создается, например, определенной группой, которая, вот, например, запускала рынок нефтепродуктов, ну, в рамках биржевой торговли. Какие задачи перед собой ставила и какие риски считала, что необходимо оценить и контролировать. Мы отметили и отмечаем, что есть два ключевых параметра, которые обязательно должны быть в совершенстве не только оформлены, но и исполнены. Первое – это торговая и клиринговая системы, которые должны работать без боев эффективно и могли бы держать достаточную нагрузку со стороны участников. Но это недостаточно, если не будет правильной методологии, которая должна решить следующую задачу. Она должна любой рынок, который физически приходит торговать на биржевую площадку, создать условия, чтобы нивелировать те недостатки рыночных отношений, которые существуют на физическом рынке, не дать им возможность перейти на централизованную торговлю. И тем самым происходит очищение вот этих недостатков и уже позволяет сформировать объективную цену через правильную настройку методологических принципов. То есть и платформа, скажем так, IT в целом, и методология – это как два крыла? Либо они идут в паре, в комплексе и полноценны, либо не получится так, если что-то одно из них отсутствует. Так, ну давайте ко второй половине будем переходить, да, и таким вопросом уже может быть, ну вы поправьте, если они где-то острые, да, то есть я к вам, к участнику рынка задаю вопрос, вы, естественно, не можете, ну вы правильно сказали, я там не могу за государством, например, говорить, да. Вот мы в заглавии вывели эту тему, биржевые торги нефтепродуктами, ожидания и реальность. Ну, мемов таких много, да, наверное, там ожидание было такое, реальность такая. Вот эти ожидания, которые были в марте, там, да, ну в феврале перед запуском, и вот реальность, которая есть сейчас, есть между ними различия? Ну, давайте оценивать по итогам трех торговых месяцев фактически, пусть не полных, но тем не менее какие-то выводы уже можно сделать. Есть и положительные, и отрицательные, но в любом случае они нужны были оба. Первый положительный, как я уже сказал, смогли отработать и выявить те издержки, которые показал нам апрель месяц. Доработав их, мы увидели, что в июле, в августе месяце настройка самой системы позволила не только нивелировать те издержки, которые мы видели в апреле месяце, но и создать определенный запас прочности на будущее. Посмотрим, как это сработает, но, по крайней мере, мы видим, что многие вопросы, даже которые мы не видели, они вот были нивелированы за счет вот этих пары, ну, ключевых инноваций. Ну, то есть каких-то глобальных там сбоев не было в целом, да, в этой системе? Можно и так сказать, я просто не хотел бы загадывать вперед, ну, пока не было и надеюсь не будет. Ну, постучим, да. Но есть и негативный фактор, но негативный он, я его рассматриваю в позитивном ключе, то, как стали восприниматься результаты биржевой торговли общественностью, экспертным сообществом и так далее. Дело в том, что начали смотреть на результаты биржевой торговли через призму того, что они являются базой для формирования себестоимости в целом на рынке. Ну, здесь необходимо пояснить, что через биржевой механизм продается всего 10% общего объема, поставляя на внутренний рынок. И, как я уже говорил ранее, биржевая торговля, она не формирует себестоимость, она отражает изменения, которые происходят непосредственно на физическом рынке. Но, тем не менее, в экспертном сообществе, особенно по итогам торговли в апреле месяце, когда цена на самом деле активно росла, начали воспринимать результаты торговли как естественную себестоимость. Но при этом не учитывая того, что 90% поставок осуществлялось по прямым контрактам, и цены в этих контрактах, они были определены значительно заранее. То есть, фактически, обращали внимание на то, что видно на поверхности, но абсолютно не учитывали то, что ключевое ценообразование 90% находится за пределами, как сказать, видимости большинства, тех, кто пытается оценить, не являясь, например, участником данного рынка. Вот, кстати, по поводу 10%, к 2025 году, ну вот в сюжете мы озвучили, там план 20% рынка нефтепродуктов вывести на биржу. Вот эта граница, она какая вообще в целом должна быть или будет в будущем? 50%, может 100%? Сколько вот это должно быть? Я могу сказать только официально, какая есть, ну не версия, а официальные планы и свое мнение в отношении того, что это значит. С точки зрения антимонопольного агентства, что к 2025 году объем, на который нужно выйти в рамках биржевой торговли, должен составить 20% от общей поставки на внутренний рынок. Но если говорить о самой этой доле, дело в том, что она играет больше определенный регуляторный механизм. Что это значит? Вот эта доля, она подразумевает постоянный поиск баланса между централизованной торговлей, в скобочках биржевой торговли, и между вне биржевой торговлей, то есть рынком физических контрактов. На самом деле вот этот механизм, регуляторный механизм, он нужен для чего? Поиск вот этого баланса, он должен, во-первых, решить две задачи. С одной стороны баланс, чтобы не увеличивались риски, связанные с излишней повышательной динамикой цены. А второй момент, ни в коем случае, чтобы не увеличились риски безопасности. В безопасности в данном случае речь идет о том, что рынок прямых контрактов, он создает определенную стабильность в поставках. И вот этот баланс, а за балансом подразумевается размер официальной торговли, в данном случае биржевой, он для каждого рынка индивидуален. И этот уровень надо постоянно наблюдать и пытаться найти для каждого рынка самостоятельно. То есть его нельзя административно назначить, и постоянно надо этот баланс искать. Начав торговать с 10%, мы, скажем так, мы просто задали определенный минимум, с которого мы должны этот баланс в течение определенного времени найти. И уже отталкиваясь от него, регулировать в целом весь рынок, в том числе и рынок вне биржевых контрактов. Ну то есть, скажем так, мы пока еще в начале пути и не знаем, какой уровень нужен, скажем, да? Скажу так, что задача первого этапа была, во-первых, сделать так, чтобы создать условия, чтобы котировки и индикаторы, которые будут формироваться, а они уже сформировались по 3 месяцам, соответствовали динамике физического рынка. Это первая задача, это показатель того, что торговая система, клиринговая система и методология работают правильно. Следующий этап, после положительного завершения первого этапа, мы можем ставить уже более практические задачи. Поиск, как вы сказали, именно вот этого уровня, в том числе и другие задачи, как используют индикаторы существующие, в регуляторной деятельности государства, как будет воспринимать рынок и так далее, и так далее. То есть, можно уже ставить другие практические задачи, если выполнена эффективная первая задача. Ну, что ж, давайте я подытожу. Спасибо, Нуржан, за такую интересную беседу. Я, наверное, думаю, что это такая первая вводная часть, потому что есть еще много аспектов, которые нужно осветить, к которым там много вопросов. Спасибо вам большое. Пожалуйста. Да. Ну, что ж, я подчеркну основные тезисы, которые мы сегодня услышали. Биржевые торги – это, безусловно, позитивный факт. Это повышение эффективности, это повышение прозрачности. При этом, сами биржевые торги и цены, которые на них складываются, это не ориентир для, скажем так, рынка в целом. Это отражение тех процессов, которые происходят на рынке. А сами биржевые торги и биржи – это часть рынка, но это не обособленная какая-то часть, скажем так. Безусловно, мы к этой теме еще вернемся, потому что будут биржевые торги стартовать по дизелю, по битуму, если я не ошибаюсь. Ну, естественно, по жижному газу продолжается вот эта торговля. И мы к этой теме еще неоднократно вернемся. Ну, и сегодняшнего спикера, конечно же, пригласим. Я напомню, это программа «Байделинов нефть». Увидимся через неделю на Томикен Бизнес. Продолжение следует...